Процедуру технического осмотра транспорта упростили, отмечают это и водители, и специалисты. Исчезли длинные очереди, станции диагностирования отвечают современным требованиям. С начала 2016 года выдают талоны нового образца с четырьмя степенями защиты. За истекший период этого года техосмотр прошли уже 60 тысяч автомобилей. Никита Кондратов продолжит тему. Линия тестирования. Каждый водитель к ее прохождению готовится тщательно. Внешний осмотр, проверка ходовой, тормозов, света и развала схождения. Техническое освидетельство производится в соответствии с правилами дорожного движения. То есть все параметры указаны ГОСТ и правила. Автомобиль 2009 года выпуска и младший проходит только визуальный осмотр. С начала 2016 года выдают талоны нового образца. Это небольшой пластиковый прямоугольник с четырьмя степенями защиты. Также выдают диагностическую карту. В отличие от прошлых лет, водителям придется возить ее с собой. Без нее талон недействителен. На сегодняшний день в республике около 200 тысяч зарегистрированных транспортных средств, говорят Минрегионы развития. По состоянию на 1 июля был представлен на технический осмотр около 60 тысяч транспортных средств. Из них техосмотр не прошли порядка 8 тысяч транспортных средств по различным причинам. Василий Георгиевич и его ласточка прошли техосмотр с первого раза. Все по ГОСТу. К этому дню машину готовил несколько недель. Признается, при заезде на линию немного нервничал. Надо все проверить. Конечно, у меня там поехал знакомый, провел ходовую, все проверил, чтобы здесь не было никаких недоразумений. Награда за педантичность. Талон на прохождение технического осмотра. Василий Георгиевич и другие водители отмечают, за последние годы процедура техосмотра стала намного проще и быстрее. Исчезли неиссякаемые очереди. Также для удобства автолюбителей с 1 мая в сети интернет появился сайт предприятия «Техническое свидетельствование», где в том числе можно увидеть, есть ли очереди на СТО. Пройти техосмотр можно в любом районе республики. Станцию техосмотра в Приднестровье около 20. Никита Кондратов, Алексей Двоенкин, 1-й Приднестровский телеканал.